А плахать-то кто повесил? Сам прилетел. Я готов предоставить документы. У нас с вами идет судебное разбирательство на сегодняшний день, в том числе по земельным отношениям, по границам земельного участка. В судебном заседании я предоставлю все документы, имеющиеся. У меня есть соглашение с предыдущим собственником, который владел землей, железной дорогой, об изъятии данного участка. Мы считаем, что мы имеем права на данный земельный участок. Если у вас есть свои права, вы считаете, и они нарушаете, мы готовы разобраться с ними в суде. Но махновскими способами здесь сносить и так далее убирать я это не дам. Плюс было заявлено о том, что все владельцы лодочной базы получат либо какие-то участки, либо компенсирующие какие-то мероприятия. На сегодняшний день со мной в последний раз разговаривали 4 месяца назад. Ничего абсолютно я не получил. А за 4 дня до этого я получил письмо с непонятно какими полномочиями комиссии о том, что будет произведен снос. Но вопрос, а куда будет перемещаться все это имущество, мне сказали, в Волгу выбросим. Вам сказано было, что здесь определена площадка, на которую площадку будет это имущество перемещено. Значит, вы нам не предоставили ни одного представителя лодок, который, хозяин лодок, который находится у вас здесь. Мы самостоятельно нашли этих хозяев, общались с ними, они обращались к вам, вы на их телефоны не отвечали. Поэтому, общаясь с ними, мы им рассказали суть проблемы. Они согласились, что да, лодки надо перенести и готовы перенести их. Попросили только помощи. Помощь для них стоит. Люди, механизмы. Площадка определена для того, чтобы их принести. Площадка здесь рядом находится, на этой же территории. Где вы? Я первый раз об этом вообще слышу. Если вы хотите увидеть, ради бога, главный инженер сходит с вами и покажет вам. Причал мы не затрагиваем в никакой мере. Вот этот земельный участок, даже причал заходит, вот этот земельный участок, он в областной собственности. Не в наши, нам он не передан. Наш, вот, 138-й, вот он, зеленая граница идет. Сюда мы обходим и идем сюда. Вот границу будет застройка. Это уже 52-й участок. Не попадает никуда. Да, это же лестничный сход. То есть мы полностью обходим его. Все, что в собственности у господина Ковзаренко, оно останется у него в собственности. Мы на нее не претендуем. Я являюсь собственником причального сооружения. Оно построено с разрешения администрации. Введено по проекту, утвержденному в администрации города Саратова. Введено в эксплуатацию. Здесь расположена лодочная база, где мы хранили, в общем-то, суда, маломерные суда. К сожалению, вот, являясь участником всех переговорных процессов на протяжении практически 6 лет, нам обещали, что предоставят и земельные участки для переезда, и все интересы наши будут учтены. Это были слова Исаева в том числе. Это обещали члены правительства. У меня есть большая обширная переписка, собственно говоря, со всеми, где вот указано. А фамилии назовите, кто обещал? Ну, мы проводили встречи и с губернатором. Вы какими полномочиями обладаете, скажите, пожалуйста? Вы на какой земле находитесь? Я нахожусь на земле. Это ваше? Это согласованное у меня есть... Вы ни одного документа нам не предоставили. Да вы не запрашивали ни одного документа. Я вас вообще первый раз в жизни вижу. Шоу, понятно, красивая вывеска, красивые корреспонденты. Корреспонденты, несут меня штуку. Понимаете, в чем дело? Здесь стоит областной комитет преимуществ. Здесь стоит подрядчик, у которого отведена земля. Ну, покажите вы эти документы, если они у вас есть. В чем проблема-то? Облицовка подпорной стенки по адресу. Согласовано. Городская защита. Комитет по архитектуре и градостроительству города. Архитектор города. Место расположения. 2005 год, еще обратите внимание. Границы ограждения. Показать вам документ на размещение лодочной базы? План земельного участка 908 метров. Причальное сооружение границы земельного участка. Минуточку. Администрация по земельным ресурсам. Железная дорога, которая перед вами была владельцем. Дальше мы считаем, что на основании данных согласований мы имеем право на оформление земельного участка. На этот земельный участок у вас есть документы? Именно на этот земельный участок? На размещение на этом земельном участке у меня есть документы. Еще раз вам говорю, что на размещение на этом земельном участке у меня есть документы. У вас нет документов юридических на земле. На землю сегодня документы предоставлены. Нет, предоставили. Вы снимали его? Нет, я не прошу снять. До кого аренды этого участка, который нам передан? Поэтому никакой незаконности с нашей стороны здесь абсолютно нет. Естественно, мы не берем и не занимаемся строительством, не имея на землю каких-то юридических оснований. У нас просто разрешение недалено строительство, вы же сами понимаете. Считаете, что это чужое имущество, ну да, сайзайте. Да, это чужое имущество, на нашей земле. Если это на вашей земле, сайзайте. Пусть они вызывают полицию, хотя она уже здесь. Начинаем резать. Начинаем работать. Начинаем резать, и все. Начинаем работать. Для нашей работы.